Бадин-Бадин в Кашине и нарисованный Боровск. Секреты малых городов России. Туризм Бадин-Бадин в Кашине и нарисованный Боровск. Секреты малых городов России. 8 часов 22 октября 2019 года. CC0 Victoria underscore Borodanova. Девушка на скамейке в парке. CC0 Victoria underscore Borodanova. Москва, 22 ок 3 о новости, Людмила Титова. Кашинский курорт в Тверской области. Минареты и купола Касимова под Рязанью. Фрески на домах в Боровске Калужской губернии и малым городам. Многие из которых расположены на полпути к популярным туристическим центрам. Есть чем удивить гостей. Где увидеть Сиолковского в валенках. Изгиб реки в форме сердца. Почувствовать себя персонажем комедии Гория Тума. И попробовать любимый десерт Гагарина в материале Рия Новости. Маленькая Казань в Рязанской области. Со времен Касимовского царства, 400-600 лет назад, в нашем городе сохранились памятники мусульманской архитектуры. Например, ханская мечеть середины 15 века. Ее минарет считается самым древним в Центральной России. Рассказывает заведующая туристско-информационным центром Касимова Елена Путилина. Мечети в Касимове соседствуют с православными храмами. А после русского борща в кафе на десерт подают татарский чак-чак или ливаша. Тонкий лист из отваренных и подсушенных ягод. Напоминающий пастилу, приготовленные по особому рецепту. Фото. Public Domain. Ханская мечеть в Касимове. Туристов привлекает сочетание двух культур. Им интересен восточный колорит, за которым не надо ехать в Казань, от Москвы до Касимова два часа на машине, говорит Елена Путилина. Deposit photos. V.Hanizimov. На Касимов. Deposit photos. V.Hanizimov. Вид на Касимов. Минеральные воды сердечного города. Жители называют Кашин самым сердечным городом России, объясняет гид Наталья Жулидина. Дело в том, что здесь река Кашинка делает петлю в виде символа всех влюбленных, что хорошо видно с колокольни Вознесенского монастыря. Этот город в Тверской области известный в прошлом купеческий центр. В Кашине сохранились церкви и монастыри, построенные набожными зажиточными торговцами. Deposit photos. And Moze. На Кашин. Deposit photos. And Moze. Вид на Кашин покровитель города Святая Анна Кашиская, чьи мощи хранятся в Вознесенском соборе. Легенда гласит, что местные минеральные источники ее слезы, пролитые в молитвах за горожан. По словам гида, водами в Кашине лечились еще в 19 веке. Сегодня для всех желающих открыты три бювета. В качестве сувенира отсюда можно привезти известные настойки на травах, ягодах и бальзамы, которые делают на Кашинской воде. 7 июня. 08.00. Малые города России завлекают экзотикой крокодилами, икрой и креветками. Город первого Стратонавта. У Вязьмы очень удачное географическое положение на пересечении пяти направлений, в Москву, Смоленск, Тверь, Калугу и Брянск. Но часто туристы проезжают мимо, сетуют зампредседателя комитета по культуре, спорту и туризму администрации Виземского района Смоленской области и Леонора Решетникова. В Вязьме расположен палетный центр, где проходило переобучение Светланы Савицкая первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Тут же можно увидеть самолет, который она пилотировала, а также полетать над городом на истребители. У нас есть отдельный маршрут, посвященный космической теме, отмечает представитель администрации. Он включает в себя посещение родного для первого космонавта Юрия Гагарина города Гжатска, ныне Гагарин, Визьму родину первого стратонавта Георгия Прокофеева, Боровск, где жил и работал Циолковский и Калужский музей космонавтики. Депозит фотос Котомити Вид на Визьму в Визьме сохранились 10 церквей. Есть уникальный храм Адегитри, редкий образец русского узорочая архитектурного стиля, появившегося в 17 веке, для которого характерны затейливые формы и обилие декора. У наших гостей есть возможность попасть в дом к персонажам комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». Рядом с городом усадьба Хмелита, очень напоминающее место действия пьесы, уточняет Элеонара Решетникова. Рея новости Илья Питалев Вид на усадьбу дворин Грибоедовых в Смоленской области Рея новости Илья Питалев Вид на усадьбу дворин Грибоедовых в Смоленской области Из везьмы туристы обычно увозят пряники, которые здесь изготавливают вручную по старинному рецепту. Как рассказывают гиды, они были любимым лакомством Юрия Гагарина. Также необычный бренд города Веземская стёка, подобие классической витражной эмали. Фото Туристский визит Центр Смоленский терем Веземский пряник Фото Туристский визит Центр Смоленский терем Веземский пряник Где останавливался Козьма Прудков? Гиды называют Боровск, расположенный на холмистом берегу реки Протвы, жемчужиной Калужской области. Его история связана, например, с Протопопом Аввакумом и Боярой Неморозовой. Они были сосланы сюда во времена церковного раскола. Недалеко Свято-Пафнути в Боровский монастырь, один из красивейших религиозных центров области. Рея новости Людмила Титова Боровск Рея новости Людмила Титова Боровск В начале нулевых город преобразился стараниями местного художника Владимира Овчинникова. Он начал расписывать дома и гаражи огромными картинами-фресками, рассказывает гид Денис Карелин. На одной из стен в центре глобус Боровска – карта города, выполненная в форме земного шара. А еще портреты литературных героев и известных личностей, а также оригинальные надписи. К примеру, здесь останавливался Козьма Прудков на здании бывшей гостиницы. Рея новости Прогулка по Боровску – увлекательный квест. Некоторые картины появляются неожиданно. Например, клоун на воздушных шарах и танцовщица на одном из домов, говорит калужанин Вячеслав Гришин. Туристы приезжают в Боровск еще и для того, чтобы посетить дом-музей Константина Циолковского. Основоположник космонавтики жил здесь и преподавал в школе. Фото Пайкса Бэй – фотошир Каи Циолковскому в Боровске Фото Пайкса Бэй – фотошир Памятник Каи Циолковскому в Боровске в городе установлен необычный памятник. Ученому Константину Эдуардович сидит в больших валенках и мечтательно смотрит в небо. Пайкс Пайкс П enseñал П П